Ассалам алейкум, уважаемые телезрители! Мы бы хотели предложить вашему вниманию очередную передачу из цикла «Города Дагестана» на канале РГВК «Дагестан». Сегодня мы будем говорить о городе-спутнике Махачкалы, замечательном городе Каспийск. По мнению большей части дагестанцев, гостей нашей республики, Каспийск является самым толерантным культурным городом Дагестана. И это неудивительно. Когда началось строительство поселка «Двигательстрой», в принципе, с чего все и начиналось. На строительство поселка приехали люди не только со всех концов Дагестана, но и специалисты из многих республик Советского Союза. Каспийск является первой индустриальной столицей Дагестана. Как вспоминает почетный гражданин города Каспийск Мусам Агамедович Абачараев, 30-е годы 20-го столетия стали поворотным моментом в жизни нашей страны. Начали интенсивно строить фабрики, заводы, железные дороги, предприятия, учреждения культуры. Усилиями всего советского народа определился невиданный ранее подъем промышленности. Его энтузиазм был настолько велик, что на карте нашей страны вскоре стали появляться названия новых городов и поселков, таких как Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре и другие. Этому периоду относится начало строительства города Каспийск. В 1931 году в ЦК ВКББ рассматривался вопрос о строительстве нового поселка крупного завода по выпуску морского оружия. На совещании в правительстве Молотов высказал мнение, что такое строительство можно начать близ города Сумгаи в Азербайджанской ССР. Серго Арджиникидзе предложил организовать строительство поселка из завода в Дагестане на берегу Каспийского моря, 14 километрах южнее Махачкалы. Предложение Серго Арджиникидзе поддержал Сталин. И оно было принято. 18 марта 1932 года группа геологов в составе 17 человек на трех тележках двинулась из Махачкалы в сторону Долины Смерти. Так называли Туралинскую землю жители ближайших селений. Наибольшее расстояние они преодолевали за 7 часов. На пути первопроходцев, их последствия называли Колумбами, встречалось множество преград. Болото, озерца, топи и тучи комаров. Лишь вечером они достигли подножия Каменной горы, известной теперь как Каменный карьер. Группой руководил опытный геолог Самат Агаич Джамалов. Входили в нее Армянин Шагаян, Русский Данильченко, ставший потом министром геологии СССР Еврей Ровнин, Лакиц Курбанов, Лизгин Халилов и другие. Геологи были специально подготовлены к исследованию грунта. Для проверки твердости грунта из привезенных досок они быстро соорудили небольшой домик типа этажерки. Предстояло осушить болото, уничтожить камыш. Развернулись ирригационные работы, каких Дагестан не знал за свою историю. Взялись за нее архитекторы, проектные организации Ленинграда, Москвы и Киева. Туралинская земля была раскроена на отдельные участки, угодья. В 1931 году дагестанское руководство обратилось в политбюро на Коммунистическую партию Москву, чтобы поднять престиж и вообще, чтобы рабочий класс, трудящиеся, рабочие были побольше у нас, надо бы построить в Дагестане один завод. С такой просьбой и вопросом обратился в то время первый секретарь областного комитета партии Нажмудин Самурский. А потом наш секретарь Шерепилов, представитель Дагестана, присутствовал на этом бюре, где решался этот вопрос. Большую поддержку в этом вопросе оказал Сергея Женекидзе. Хотя претендентов такого завода морского оружия, который будет выпускать, было немало. И вообще, надо сказать, что в 30-е годы первые пятилетки превратили нашу страну, Советский Союз, в грандиозную, огромную стройку. И вот нам повезло при поддержке того же Ажи Женекидзе, Сталин решил, что такой завод, который будет выпускать морское оружие, а фактически это торпеда, должен быть построен у нас здесь. И вот 5 мая 1932 года все радиостанции Советского Союза, центральная печата, опубликовали статью, что в 18 километрах южнее Махачкале будет построен завод двигательстрой и одноименный городообразующий, это должен быть завод, значит, город. И построили город. В течение 5 лет он стал выпускать ту продукцию, хотя это называлось двигательстрой, не двигатель здесь выпускали, а морское оружие, это торпеда. Со всех концов Дагестана и страны начали приезжать люди различных национальностей. Мертвая степь покрылась палатка. Несчадно полило солнце, люди от зноя не находили себе места. В колодцах не было воды, ее черпали из родников, оставленных геологами. Привозили в цистернах по узкоколейке из Махачкалы. Были брошены все силы для борьбы с малярией. Опытные специалисты начали работать в среде строителей в 1933 году. Этот год был самым тяжелым. Малярией тогда болело почти 80% строителей. Было обследовано все население поселка, а водоемы взяты на учет и паспортизированы. Конечно, очень было трудно здесь работать. Это миллионы комаров, которые они не давали ни днем, ни ночью покоя работникам. Даже кумики, которые проживали рядом с этим местом, называли это место Шайтан-болото. И они избегали проходить здесь, через эти болота, через эти пески. Это укусы насекомых. И такая знойная, жаркая погода. Вот я просто вам говорю для того, чтобы знать, в каком месте собирались не то, что там один человек, два человека будут жить, а строить целый город и завод, который превратился в нынешний прекрасный город. Да здесь устанавливались всесоюзные рекорды, связанные с пуском новых основных цехов и объектов. Осенью 1934 года в разгар строительства новостройку посетил инициатор и куратор Дагестан-двигательстроя Серго Орджоникидзе. Серго Орджоникидзе прежде всего интересовался жизнью и бытом людей, побывал на строительных участках, встречался с рабочими, посетил дома, где жили строители. На Туралинской земле с каждым годом росли новые добротные дома, тянулись асфальтированные прямые улицы. На глазах жителей поселок с каждым днем хорошел и преображался. Недавно простиравшиеся здесь песчаные дюны, гнилые болота и солончаки исчезли. Радостно было на душе у каждого жителя двигательстроя. Одной из визитных карточек города Касписк является восьмой цех, который находится в некотором отдалении от берега. Это здание видно даже из Махачкалы. Обостроил это уникальное сооружение Александр Соломонович Дезорцев. Александр Соломонович учился в ведущих университетах Бельгии и Франции. А как известно, во Франции умеют строить добротные форты дали от берега. Такой же своеобразный форт был построен и в Каспийске. Острой болью отразила в сердцах двигательстроевцев памятное утро 22 июня 1941 года. В прошлом секретарь цеховой комсомольской организации завода Магомед Эмин Гирияханов рассказал, что 22 июня был жаркий воскресный день. Многие труженики поселка решили провести свой отдых на берегу моря. Ставили небольшие палатки на пляже, загорали на золотом песке, купались в морской воде. В 12 часов дня отдыхающие услышали по радио, что началась война. В течение 15 минут берег опустел. Одни бежали домой, другие к заводу. Более 50 человек в тот же день записали с добровольцами. Все сразу изменились. Хлеб, продукты стали выдавать по карточкам. Город обнесли забором с колючей проволокой и пропускали в него только по специальным удостоверениям. Мальчики стали серьезными. Многие из их отцов отбыли на фронт. Первые же дни войны на заводе широко развернулось ударное движение за создание фонда победы. Рабочие и служащие открывали свои лицевые счета экономии сверхплановой выработки денежных вещевых взносов для нужд фронт. На фронт ушли не только мужчины, но и девушки, работавшие на завод. Только в марте 1942 года 70 молодых девушек ушли на фронт. Многие из них стали связистскими, радистскими, санитарками и разведчиками. В 1942 году к жителям двигательстроя присоединились коллективы эвакуированных заводов из Украинской ССР. Двигательстроевцы по-братски приняли их. В этот год завод начал серийное производство усовершенствованных торпед, морских мин, ручных гранат, автоматов, пистолетов, зажигательных бутылок. Торпеды, торпеды, прекрасное морское оружие. Как насолили вы нашим врагам фашистам, а собирали и испытывали их в цехе номер 8, расположенном в открытом море. Из поселка Двигательстрой на фронт ушло 1642 человек. С войны вернулось только 349. Вечная память погибшим. За героические подвиги на фронте 800 двигательстроевцев были отмечены боевыми наградами. Двум нашим землякам, Александру Назарову и Магомедзагиду Абну Монапову, посмертно присвоены звания Героя Советского Союза. В истории города Каспийск видное место занимает два госпиталя. Они функционировали с 1941 по 1945 годах в поселке Двигательстрой. Они внесли огромный вклад в дело в выздоровление борцов за свободу и независимость нашей Ронины, раненых на фронтах Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 17 сентября 1947 года рабочий поселок Двигательстрой был преобразован в город и назван Каспийском. А название это дал известный строитель Петр Анисимов. И оно понравилось. Каким же был Каспийск в 1947 году? Население его составляло 17 280 человек. 172 капитальных жилых дома имели площадь 76 тысяч квадратных метров. В городе работали две средние и одна вечерняя школа, техникум, больницы, две поликлиники, четыре детсада и столько же ясли. Клуб, пять библиотек, хлебозавод, артели, папашивы одежды. Город располагал стадионом с беговой дорожкой, спортивными площадками. И все это было на балансе завода. Каспийск стал знаменитым благодаря своему промышленному первенцу, основателю города, заводу «Дагдизель». Очень большую роль в становлении и развитии города сыграл другой промышленный красавец Каспийска – завод «Точные механики». Строительство завода по распоряжению Совета министров СССР в соответствии с приказом Госкомитета СССР по судостроению от 29 августа 1959 года на базе механических мастерских, которые находились на окраине города. Вблизи дальней больницы директором завода был назначен Камиль Гаджимурадович Касанов. Однажды летом, отдыхающие на пляже, люди были оглушены и шокированы, неожиданно увидены. Недалеко от берега, над морем, проносился огромным ревом то ли самолет, то ли корабль. От рева его двигателей закладывало уш. Носился он низко над уровнем моря. Тогда еще мало кто знал, что Каспийска стал родственником нового типа морского военного транспорта и кроноплана. Почему родственникам, а не родителям? Родителям создателя этого летающего корабля были в Горьком, на заводе «Волк», в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях во главе с выдающимся конструктором Ростиславом Евгеньевичем Алексеевым. Там, в Горьком, разработали проект экраноплана, изготовили его части, а в Каспийске создали филиал завода «Волка» и собирали экранопланы из привезенных частей, а затем испытывали их на море. Так что завершающий этап рождения этих каспийских монстров, так позже обозвали их американцам, оставался за городом Каспийск. Труд Каспийчан, в первую очередь коллектива завода «Дагдизель» и их заслуги перед страной и республикой, получили высокую оценку. В 1971 году завод был награжден Орденом Ленина, а 1984 – Орденом Октябрьской революции. До 1985 года в стране не было таких знаков трудового отличия, какими бы ни был отмечен коллектив этого предприятия. Проблемы подготовки специалистов для каспийских предприятий в основном решалась старейшими учебными заведениями Дагестана. Механическим техникумом, карбостроительным институтом в Ленинграде, а возросшая с годами потребность в инженерах морского профиля, привела к 1960 году к открытию в Каспийске филиала этого института. В 1972 году он был преобразован в филиал Дагестанского политехнического института, самого молодого и первого технического вуза республики. Сейчас в городе действует 11 общеобразовательных школ, гимназия, 3 профессионально-технических училища, медицинское училище, техникум, институт, центр компьютерного обучения. Широкую известность приобрели труды каспийских ученых, академика Академии космонавтики Алиева, доктора Абачараева, Амаева, Гамидова, профессора Амадзиева. В городе инженеров работает свыше 20 кандидатов наук. С 1992 года завод находится в полосе обвальной конверсии. Первоначально правительство Егора Гайдара даже ставило вопрос о так называемом нулевом варианте, то есть о полном прекращении финансирования оборонной отрасли. Но до этого, слава богу, не дошло. Но наверху поняли, что вместо того, чтобы переводить прекрасно оснащенные заводы военно-промышленного комплекса на выпуск кастрю и колбасных автоматов, гораздо выгоднее оставить их прежним качеством и не уступать своего места в мировой торговле оружием. Сейчас появились все признаки того, что Россия начинает восстанавливать свои утраченные было позиции в этом виде бизнеса, с чем Дагдизель связывает надежды на оздоровление и восстановление основного производства. Развал Советского Союза и последовавший за ним развал промышленности и народного хозяйства тяжело ударил по Каспичану. И это неудивительно. Большинство горожан этого города работали на двух городообразующих предприятиях. Но и это было не самое страшное. Самое страшное было два чудовищных теракта. Первая трагедия произошла 16 ноября 1996 года. И второй чудовищный теракт 9 мая 2002 года. В этих ужасных терактах погибло большое количество мирного населения. В первом случае при теракте на улице Ленина при взрыве жилого дома под завалами оказались 106 человек. 67 из них погибли. 39 человек удалось спасти. 19 ноября 1996 года по всей стране был объявлен траур. А при взрыве 9 мая 2002 года в результате теракта погибли 42 человека. А всего пострадавших было около 120 человек. Как тогда сказал президент страны Владимир Путин, он сравнил организаторов Каспийского взрыва с нацистами. Тот же цинизм, та же слепая жестокость, то же презрение к человеческим жизням. Город смог оправиться от этих страшных терактов и вернуться к обычной жизни. Но память об этих событиях навсегда осталась в сердцах Каспийчан. С самого начала в поселке Двигательстрой, а позже и в городе Каспийск, большое внимание уделялось культуре. Каспийчане очень любят свой очаг культуры. Восхищаются его величественной красотой. Долго они ждали его становления. План строительства Дворца культуры был разработан еще в 1933 году ленинградскими архитекторами во главе с Андреем Львовичем Гроссманом. Строительство началось в 1940 году. Затем загремела война и стройка приостановилась. К 40-летию советской власти его сдали под ключ. Это был уже наряженный красавец. Зрительный корпус состоит из трех частей. Первый зрительный зал с партером, амфитеатр с ложами общей вместимостью 786 зрителей. В этом прекрасном Дворце культуры во все времена работали коллективы художественной самодеятельности, вокальные, хореографические группы, также работал молодежный театр. В государственном ансамбле танца Дагестана «Лизгинка» со дня его создания ведущими солистами ансамбля были Каспийчане. В Каспийске во все времена большое внимание уделялось подрастающему поколению. Руководители города и завода повседневно уделяли и уделяют большое внимание спортивной жизни города. Каспийские спортсмены по вольной борьбе, штанге, волейболу, шахматам, футболу и боксу всегда занимали и занимают призовые места не только в республике, но и в целом по стране. Каспийск Каспийск воспитал много известных чемпионов. Среди них олимпийский чемпион по вольной борьбе Владимир Юным, именем этого чемпиона названы приемы по вольной борьбе. Обладатель суперкубка мира по вольной борьбе Османов-Индиев и другие. В сентябре 2013 года на базе энергетического колледжа была открыта школа имени пятикратного чемпиона Европы Кура Магомеда Кура Магомедова. С начинающими спортсменами работают достаточно известные тренеры по вольной борьбе. Гусейн Гусейнов старший тренер мастер спорта. Шамиль Мутаев также является старшим тренером и мастером спорта. Махмуд Магомедов, мастер спорта, старший тренер, также является каспичанином. Уроженцем Касписка является известный футболист махачковинского «Динамо», а позже Янжи, кумир болельщиков 80-х-90-х годов, мастер спорта Магомед Хабиб Курбанов. Касписк также называют боксерской столицей Дагестана. Этот город дал миру много выдающихся боксеров. Среди них Магомед Керим Сунгуров, Иван Зиборов, Сулей Сунгуров и многих других. Много известных спортсменов воспитал выдающийся тренер Николай Иванович Ирбигин, Нур Паша Талибов, Зубер Джафаров. Все известные дагестанские боксеры так или иначе связаны со школой Олимпийского резерва города Касписк. Среди них выдающиеся спортсмены – Нур Магомед Шановазов, Гайдарбек Гайдарбеков, Магомед Ариб Гаджиев, Тимур Гайдалов, Альберт Селимов, Али Алиев, Магомед Нурудинов, Махач Нурудинов, Гусейн Курбанов, Нурудин Магомед Шапиев, Руслан Хаиров, Айдин Гасанов, Швидин Аллахвердиев, Хабиб Аллахвердиев, Абдусалам, Магомед Абдусаламов и много-много других. Бойцов. Вот благодаря Марату Петровичу Левченко и спорт у нас бокс пошел. Вот благодаря ему, этому человеку, царству небесное, как говорится, ему, вот этот человек поднял бокс, поднял вообще спорт в городе Каспийский. Вот сейчас я смотрю на этот спорт, внимание как-то как такового нет. А вот раньше, я же говорю, Марат Петрович идет, вся дирекция завода идет за ним на футбол, на бокс. Он любитель был спорта. И они все, вот буквально все, как Марат Петрович уехал, не стало, никого не стало сразу. Встаем, запустение. Да, запустение, стадион, все базы спортивные тоже захерели, так все это. Вот так это было. Ну, брали технику, вот эту привозили, вот мы с Ваней привозили ее сюда, потому что мы были часто на сборах. Вот на нас смотрели уже, с нас брали пример, молодые ребята все. И пошел, пошел, пошел бокс в Каспийский, пошел. Вот поэтому, как сказать, Николай Иванович, да, он не сказал, в Оренбурге он стал финалистом, по-моему, да? Финалистом международного турнира там. Вот, ну, в общем, зачинатели бокса мы были. Города Каспийска, как спортивного города, наверное, все-таки связаны с двумя вот этими крупными предприятиями, которые находятся у нас в городе, заводах дизель и завод точной механики. В былые времена, как говорят, сейчас во время застоев, советские времена, эти заводы очень много социально уделили внимания людям, горожанам города. На заводах походила спартакиада, как и на одном, так и на другом. Это регулярные соревнования практически шли весь год. Доходило до того, что ЦХ просто боролись за тех спортивных ребят, чтобы они приходили именно к ним на производство, чтобы усилили какие-то команды, там, воленбольные, баскетбольные. Такой спортивный азарт был в городе у нас всегда. Бокс принес славу, и то, что знает этот город в мире, наверное, все-таки связано с боксом. Этот город наш, начальник бокса в республике, где он бурно начал развиваться в 60-е годы. В 50-е годы начал развиваться, в 60-е уже были хорошие боксеры. Ну, а вот начало 70-х годов было связано с именами Таджудин Гаджиева, Ивана Зибарова, Антолия Кашкурова, которые входили в разные времена в составы различных сборных Советского Союза. Позже появились уже и другие, и Гамин Гаджиев у нас. Много хороших мастеров, кожаные печатки вышли в те времена с нашего города. Сегодня это, конечно, уже город, который добился у нас и олимпийский чемпион Гарри, Альберт Гаджиев, и много славных медалей завоеванных этим городом для страны. Поэтому мы свой город любим, как спортивный город. Боксер Иван Зибарев на международном турнире на Кубе в финале боксировал с поломанным ребром и выиграл. Кубинцы в память об этом бою выпустили памятную марку. Начал заниматься потихонечку, заинтересовался боксом. Потихонечку, потом, глядя на старших, как они боксируют, тоже стремился подтянуться на уровне их. Ну, так и сам не гадал, не думал. Попал в сборную страны. Да и так вот поехал на Кубу, где боксировал и с кубинцем, и с болгаром. Выиграл турнир. Ты же в финале с поломанным ребром боксировал? Ну, да, с поломанным ребром. Забинтовали, майку сняли, чтобы бинты не видно было. В Каспийске долгое время жил и работал основоположник дагестанского племенного коннозаводства, коннозаводчик с мировым именем, ветеран войны Владимир Петрович Шамбаран. При нем коннозаводство Дагестана вышло на мировой уровень. Умер Владимир Петрович 9 мая 1997 года. Похоронен на православном кладбище города Каспийск. К сожалению, в городе даже нет улиц, носящая имя этого выдающегося человека. А еще от управления образованием города на бывшей территории Республиканского ипподрома в каниклубе Джигит открыта конно-спортивная школа с одноименным названием. Это единственная конно-спортивная школа в Дагестане, где детей из Махачкалы и Каспийска обучают верховой езде. В этой спортивной школе есть секции по конкуру и выездке. На базе школы проводятся крупные конно-спортивные праздники. Сегодня город Каспийск один из динамично развивающихся городов Дагестана. В городе очень много строится. Визитной карточкой Каспийска является великолепный дворец спорта имени пятикратного чемпиона мира Али Алиева. Домашний стадион команды Анжи. Анжи-Арена. В городе построена новая Джума-мечеть. Мечеть была построена на пожертвования горожан и благотворительной помощи состоятельных дагестанцев. Мечеть была построена на Парани. В заключение нашей передачи хочется пожелать Каспичанам мирного неба Чтобы они и дальше сохраняли свой красивый город для будущих поколений Таким же добрым и толерантным, каким он был изначально Вот на этом наша передача подошла к концу Надеюсь, вам было интересно До свидания, до следующих встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok